Для раскрытия преступлений Приднестровская милиция будет использовать нейросети и ловить нарушителей скоростного режима дронами. В ТЮИ появится новая специальность – оператор-беспилотника. Об этом говорили на коллегии МВД. Приднестровская милиция совершенствует информационные технологии. Седьмой год при МВД функционирует Департамент информации и связи. Благодаря системе «Безопасный город» раскрыто почти 500 преступлений и 260 нарушений на дорогах. С помощью приложения «Смарт-навигатор» каждый может сообщить о правонарушении. А скоро помогать милиционерам будет искусственный интеллект – нейросеть. Предполагается, что система будет анализировать огромный объем информации и в сжатые сроки выдавать прогноз криминогенной ситуации. Важно, что в случае работы нейросети исключается человеческий фактор и, самое главное, экономится время и колоссальные ресурсы, которые были бы задействованы, когда необходимо участие сотрудников милиции. Сотни гигабайт видео, к примеру, маршрут преступника, место его нахождения, другие детали. Проанализировать всю эту информацию нейросеть сможет за минуты. Человеку на это нужны не одни сутки. Проект МВД разрабатывают вместе с госуниверситетом. Такое задание дал в послании органам власти президент. Еще одно задание от президента. Новая специальность появится в ТЮИ. Оператор беспилотника. Приднестровские милиционеры уже пользуются дроном в работе. Например, ищут сжигатели листвы в сезон. Запускают беспилотник на массовых мероприятиях следить за порядком. Дрон помогает даже ночью. Президент рекомендовал использовать дрон для поиска нарушителей скоростного режима. В том числе в сельской местности и на трассах. Специалистов-дроноводов должно быть больше. Вводите новую специализацию. Специальность оператор. БПЛА. Составляйте соответствующие программы. Позаботьтесь о том, чтобы были какие-то тренажеры соответствующие. Ну, сами БПЛА само собой разумеется. И вперед. Как по-другому. Научим. Главное это использовать правильно. И, естественно, конечно же, это максимально тоже нам поможет бороться с преступностью. Само собой разумеется. 247 преступлений, связанных со сбытом наркотиков и психотропных веществ, было раскрыто сотрудниками милиции в прошлом году. 18 фактов контрабанды наркотиков, в том числе распространяемых через интернет. Ликвидировано два онлайн-магазина, занимавшихся сбытом наркотиков. Среди задержанных почти все молодежь. Предотвратить пока не поздно и на примерах показывать, что за это может быть. Больше говорить о проблемах на телевидении и особенно в школах. Одна из задач милиции на этот год. Помимо кинофильмов, прям в школы, идти в школы, в учебное заведение, собирать учеников 9-11 классов в актовом зале и рассказывать, рассказывать. Лучше всего, конечно, прийти со своей флешкой, показать кино. Желательно оттуда в СИЗО, откуда-то, где люди сидят и дают интервью. О том, что их обманули, о том, что они ошиблись, и сейчас ему сидеть. Вот, желательно оттуда, прямо оттуда берите интервью. Нормально. Чем жестче, тем лучше. Так хоть в жизни можно спасти людей. Милиция отчиталась, за прошедший год в республике совершено меньше убийств и других особо тяжких преступлений. А вот раскрываемость повысилась. В целом президент остался доволен итогами года и назвал работу МВД удовлетворительной. Наталья Ткачук, ТСВ. Ткачук. Продолжение следует...